Ну что ж, дорогие друзья, пришло. Пора нам заняться фауной. Сделаем, давайте мы сейчас из кубика, сделаем с помощью сабдивайда, сделали такой вот шестигранничек или восьмигранничек, и начинаем из него вытягивать тельце, допустим, да? Теперь вот шею, голову. Ну и надо теперь сделать эти, кулюв, вот так мы его сделаем, да. И гребень. Гребень, так, с помощью Е мы выдвигаем экструд, ну а потом начинаем подгонять уже. Вот так вот, здесь стянем немножечко, чтобы похоже на этот гребешок. Так, это вверх, хорошо. Ну и здесь, наверное, тоже сделаем. Так. И вот тут мы можем сейчас повернуть голову, и это ошибка. Не нужно было этого делать, потом усложнилось всё. Так, мы найдём-ка мы теперь референс. Вот сюда его поставим, буду смотреть, каков он на самом деле, этот товарищ. Так. Ну что ж, тогда давайте вытягивать будем эти самые. Вот видите, теперь мне придётся делать и там, и там. А если бы я не загнул эту, так, надо найти который вид сверху. Так. Если бы я не загнул шею, то и проблем бы не было. Кстати, я потом придумал, что просто это с помощью ВЦР, курва, я это потом вообще всё удалил. И нарисовал просто, и всё. Но главное здесь даже не крылья эти, на них не обращать внимания. Я говорю, лучше всё-таки было. Просто обрисовать, сделать скелет, а потом сверху обрисовать вот эти крылья и заполнить их. Ну, всему учиться потихоньку. Пока я вот решил вот так почему-то, мне показалось, что так это классно будет. Вот, вторая ошибка, я решил сделать это потолще. То есть, солид применил, этого не надо было делать вообще. Это только тоже усложнило всё. Вот эти, у меня появились двойные линии и так далее. В общем, мне это совсем-совсем этот способ не понравился. Поэтому, говорю, крылья в последнюю очередь, после того, как изготовили полностью тельце, да. Потом прошли внутри этих. И было бы гораздо лучше, и гораздо быстрее, и проще это всё. Ну, кто знал. Первая ошибка, это не надо гнуть шею до того, как. А второе, не надо делать крылья таким образом. Видите, что происходит? Двойные вот эти. Я как-то пытался убрать, да. Вот теперь мне пришлось тут всё править, чтобы сделать шпиделинг, то есть, ну, зеркальный мир. Чтобы сделать это, мне тут пришлось выправлять вещей. И, хоть ты как делай, ты всё равно не попадёшь точно. Ну, пока вот так я это делал. Меррор теперь у меня получился, всё нормально, да. И вот здесь я как бы попытался теперь убрать лишние эти ребра, убрать лишние, лишние. Вот так. Ну, короче говоря, это никак не получалось. Плохо получалось. Поэтому мне приходилось экспериментировать постоянно. Что-то выдумывать. Вот так. Ну, вот. С помощью там. И всё равно это была ерунда. Потом это в концовке сказалось. Ну, пускай пока для этого. Главное, это ручки начать делать. Вот. Ручки я прям по крылу пошёл, выдвинул оттуда. И прям по крылу, как оно было, так и пошёл. Сделал так, чтобы было видно и с той, и с другой стороны. Так вот. Усквозь немножко добавил. И тут мне надо было сделать длинный такой палец. Ну, как у летучих мышей, вы знаете, у неё первые три пальца, а остальная четвёртая здоровая, длинная такая, на котором крыло и держится. Вот мы её вот сейчас и сделаем. Вот так. Ну, тут тоже возникли проблемки, что не точно всё, не так, как надо было. Ну, потом я справился. Вот. Разделил на эти. Взял. Вот так. Взял. Видите, как всё это мешается. То есть, это было настоящее мучение у меня. Вместо того, чтобы работать, я, в общем-то, в основном мучился. Только всё из-за того, что не стал делать с самого начала правильно. Ну, зато вы теперь узнали, как правильно, да? Так. Вот так. Так. Делаем поменьше, потоньше. И двигаем теперь вот эту вот так. Сделали, подвинули. Потом я стал по одной делать. Разрезал. Подвинул. То есть, выровнял, как бы, вот этот палец, на котором держится костяшка эта. На котором всё это держится. Ну, и вот этот я разделил на три. И вытащил оттуда коготки. Один, второй, третий. С помощью Е я вытаскивал. Так. Ну, и потом загибал с помощью Rotation. И здесь уже вывел эти самые коготки. вот так. Так. Это я сделал, тут поднял немножко, сузил. Вот так получилось. Слабко. Так. Всё нормально. Вот. Теперь мне надо было хвост сделать и задние ноги. То есть, ну, с задними ногами так же, как с передними. То есть... Вытягиваем. Крутём. Стараемся так попасть, чтобы крыло было, как бы, среди ноги. чтобы её было видно ногу там. Ну, вот так поправил и всё. А потом надо было сделать так же ноги. Мне показались ноги слишком длинные, поэтому я всё укоротил. Потому что передние лапы длинные, а сзади короткие. Поэтому я подогнал немножко. Сюда вот. Отсюда уже потянул лапы. и тоже на три разделил. Так вот. И потянул здесь. Ну, мне показалось, что этого достаточно, как выяснилось, маловастинка. Потом мне пришлось догонять это дело. нет, нет, чтобы просто выделить и потянуть, я начал тут удрить. Это, конечно, тоже застопорило работу. поэтому мне пришлось потом это растянулось на, если не соврать, на полтора часа. И, короче, мне потом пришлось всё это ускорить. Ну, в принципе, здесь ничего такого нет. Здесь просто моделирование идёт, да? Мы же понимаем, что в основном Е, Дж, И, С играет роль, да? Потом я вспомнил, что у него впереди ещё такое, ну, как у птиц, да? Или у курицы. Вот у них тоже такой есть гребень тут внизу. Говорят же, курица это динозавр. И вот я её начал формировать. Вот так. Ну, вот сделал такой гребешок. Посмотрел, всё ли нормально. Всё же решил лак увеличить. теперь я опять же сделал этот самый миррор. Посмотрел, пришла пора соединять шею. Вот так. Ну, в принципе, пойдёт. Мне как бы понравилось больше, когда вот повёрнутая голова. не всё прямое, а вот именно вот так более хично выглядит. потом, потом я тоже начал выдумывать с хвостом. Ну, просто хотелось всё сделать как бы из одного тела выкинуть. хвостом. это неплохо. это неплохо для умения моделировать, когда вы делаете из одного из одного всё тянете. то есть, не встыкайте туда этот хвост палку какой-нибудь, а вот из одного вытянули. ну, потом на хвосте мне нужно было сделать такую, ну, как рулевое. Вот у него перо такое рулевое. несколько раз пытался по-новому сделать, всё мне не нравилось. Теперь она вообще вниз улетела. В общем, научился я хорошо, я вам скажу так. Будете делать, сразу учитывайте, что сзади надо хвост вытянуть, да? Ну, посему, как бы, там надо место предусмотреть с самого начала. Ну, ничего, я думаю, когда мы динозавра будем делать, более симпатично получится. Не то, что, более правильно. Так-то он птеродактиль неплохой появился. Теперь глаза вдавим внутрь, скажем, и в полигонах и потянем внутрь и засунем с помощью S. так, что-то это маленькое. Давайте сделаем побольше, вот так, и сдаем. То есть, видите, вот я с помощью вот этого инструмента рисовал это крыло, да? И потом его соединил. вот так. кто не знает, как это делать, я сейчас покажу еще раз во всякий случай. А то вы скажете, ну вот, ничего нам не показало. Давайте вот так вот здесь сделаем. то есть, я взял вот так взял, так, так, здесь закруглил, потом сюда пошел, сюда пошел, вот так вот. И в ноги, и следующее сделал. то есть, вот так. А я прям все цельно сделал, вот так. Ну, я сейчас пока грубо так нарисую, как я сделал. Вот так. Так. А потом я это дело объект вот превратил в этот Converter Mesh сделал, вот нашел Elite Mode, B выделил все и сказал F. Все. Вот такое крыло я получил. А потом просто я его вот сюда воткнул. Вот здесь, видите, не попадает, но вы знаете, о чем я говорю. То есть, я прошелся вот так прям по контуру. И у меня получилось неплохое крыло. ничего я не делал, солидить не стал, потому что это перепонка, в общем-то. Так что, все получилось. И теперь давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Наша зверюшка на фоне. Уже наверх поднимем. Так. Включим все теперь. Так. Включили. Так. Где у нас машина? И вот тут мы можем его сделать поменьше, конечно. Развернуть. Такой вот полет у него будет. Иди сюда вот так вот. заходят на посадку, на этот, на автомобильчик. Заходят. то есть, вот так. Ну, тут, как угодно, можно, конечно, его разворачивать. Вот так сделать так, чтобы, как бы, живой был такой. развернуть. 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 И в пикирующем пике я сделаю вот так вот. вот так вот. У меня вот не знаю, с какой стороны лучше его. не знаю. Знаете, надо ему сначала объект, световижен, геометрию, а потом уже прутить его. вот так. Вот так. Если мы будем рассматривать вот так, да, то лучше, конечно, его к нам развернуть лицо, скорее всего. да, да, что-то. Чуть меньше. Вот так. Ну, каким-нибудь цветом его сделать, да. Ну, тут смотрим, где он должен быть, по идее. Может быть, повыше его, в целом, грязная. Так. И пускай он тут летает, никому не мешает. Скажем так, давайте вот, какой-нибудь серый такой. Не знаю, как я ее не видела, какого. Да и ученые не знают, какого у них цвета. Вот такие, какие-то, грязно-серые, наверное. Упская вот такая. Упская вот такая. Так, что-то здесь-то. Смотрите, у меня какие-то странные штуки здесь. Это могу быть. Так. Вот тут вот. Ну, я тут дофига крутил. Поэтому вполне возможно, да. Так, а какого-то здесь выглядит через этот, через, вот так, вот так, Не знаю, честно говоря, прям я не знаю, как он должен быть. синий. Синий вселый, чтобы видно было его, да? Везде он такой какой-то, по цвету. Мне кажется, везде фильмов показывался, он какой-то серый такой. Да? Такой вот. не черный. не черный. Давайте мы вот таким сделаем, для всего, пускай такой будет. Только посмотрю, теперь 12. Проглядим. В общем, повымытало мне нервиков. Ну, ничего. Сделал. Ага. А вот он теперь не просил, такой какой-то коричневый, совершенно темно-коричневый. Такого не должно быть. Это почему он такой? Он здесь светлый, по идее, не знаю. Еще раз. 12. Ну, я вам скажу, мы подходим к концу, теперь он нам остался. Он странный. Честно, странный какой-то. Цвет. Не знаю, сделаешь светло-серый, вот и все сейчас. Почему он такой? Далее. Удалил, что он терял этот. Пускай будет пока вот такой серенький. Может быть, ему света не хватает, поэтому он такой. так, ну-ка. А, нет, нет. Свет. Держи, наверх. Так. Этот мы сейчас удалим. Этот оставим. Сделаем его побольше. на освещенной стороне. Ну, неважно. Факт, что мы его сделали, а уже подогнать, подкрасить, это уже совсем дело такое, знаете ли, наживное. Вот оно. Точно полетел. Ага. Ну, и хорошо, что сделаем его вот так. Отлично. Запомнили. Сохранили. 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 Ладно. Ну, там все. Ждите завтрашнего дня. Завтра будет динозавр.